Большое спасибо Марине за вовремя присланные скриншоты. Без этих замечательных визуальных подтверждений мой ролик не был бы такой убедительный. Мариночка, большое тебе спасибо. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С вами Вячеслав Котляров. В Харькове. 5 утра, 54 минуты. 12.08.19 год. Пытался заснуть, не получается. 6-ти часовой эфир с замечательным собеседником Габриэлем. Это известный блогер из Польши. То есть идет такой же тропой, как и мы. То есть в поисках истины. Задал мне десятка-три разных вопросов. И под финал он спросил про замок Гарибальди. На вскидку я как бы посмотрел. Сделал определенные предположения в эфире. Ну, затем лег спать и мысль не сверлит мозг. Получилось так, что я перед этим, перед сном посмотрел ролик. Замок 10 века. Я так понимаю, есть еще предыдущий ролик. Я поделюсь своими мыслями по поводу этого замка. Значит, что получается. Там пошел целый спор. Вроде Паша. Я так понял, что именно он увидел этот замок. И сказал, что это средневековый замок. 10 века. Вот. А офицер говорит, что окончание постройки в 18 году планируется. То есть началось в 2006. Сами жители, так сказать, Самарской области утверждают, что не видели раньше замок. Вы знаете, спор наш разрешит время. Я сейчас, кстати, ничего не буду говорить. Наверное, не буду говорить. Новодельный этот замок или 19 века. Хотя, точнее, 10 века. Кстати, по поводу 10 века. Вы что, уважаемые слушатели и зрители, действительно думаете, что было какое-то средневековье? В 10-15 веке появлялись какие-то замки. Нет. После определенной катастрофы замки стали появляться ближе к нам. Датировку очень трудно сказать. Но это начало, наверное, позапрошлого века. То есть, наверное, где-то приблизительно 1820-30-е годы планетарно начали появляться замки. До этого, скорее всего, их попросту не было. Хотя, можно их немножко отсрочить. Может и на 100 лет. Может быть. Но сейчас для именно этого исследования, расследования, сейчас в основном, скажем, не сильно принципиально. Единственное, за малым исключением, что тут типа какой-то архитектор датировку дал, что это 10-й век, фундамент. Да вы не определите, как говорится, что 50 лет назад был камень, которому 50 или 100 лет. А вы там хотите датировку это, как говорится, тысячелетие определить. Не смешите, что вы там 10-й век. Но я сейчас не про это. Я хочу просто показать. Вот у Паши ролик есть. Я сделал на всякий случай скрыны, чтобы не пускать авторские права. Значит, еще раз повторяюсь. Я когда начал изучать замок на фотографиях, первое, что меня, конечно, изумило, это идеальная полировка. Здесь особо, конечно, не видно замка Гарибальди. Идеальность камня. И вот эта полировка смутила, что с 19-го века такое идеальное. Точнее, с 10-го века. Но даже если и 100 лет, все равно так камень не блестит. Вот отшлифовали. Крыши отшлифовали. Вон даже стекла такие витражные отшлифовали. Кто скажет, ну, может, это сейчас сделали. Ладно. Давайте. К чему я все это веду? Да, как многие блогеры любят говорить. Вещатели. Что интересно Паша и пули снегопада? Ну, друзья, не в укор вам. Что вы скажете, если вот на месте вот этого возведения появится то же самое произведение лет через пять? Может, быстрее. Подождем. Подождем. Ну, или будем ждать. Это, как говорят жители Тольятти, одни говорят, не видели этот замок никогда. Там даже цеховики сплотились. Говорят, нет, люди на работу идут, головы поднять не могут. Как говорится, 70 лет замка не замечали. Не замечали, да? Да нет, мы, я же говорю, особо, как говорится, не будем тут расследовать. Это тоже, наверное, средневековый замок вдали виднеется. Это хорошо. Полностью ролик смотреть. Вон он. Кругом средневековые замки. Вот. Вот это тоже, наверное, прошлый век. Ну, может быть. Так что будем делать? Что будем делать, если через 3-5 лет на этом месте будет стоять еще точно такой же замок? Как говорит один, как говорил один Му-му. Вот такая она хрящевка. Загадочное место. Давайте еще раз уберу круглячки. И посмотрим на ООЦ. На ООЦ. Ну, это не в укор ребятам. Ну, как говорится, опростоволосились. Ну, признайте, признайте свою неправоту. Я, конечно, скрипяш зубами стараюсь признавать, чем я ошибался. Хотя, честно говоря, пока не помню так тотально, чтобы я в чем-то ошибся. Вот. Кто-то скажет, ты не можешь им простить, что они мусорки выдают за деревья. Ну, опять же, чего, как говорится, греха таит. Взяли городские свалки. Называют это кремниевой эрой. Я уже делал ролик и сто раз говорил, что кремниевая эра это одно. А отходы производства это другое. В общем, ладно. Не знаю, куда заливать. На какой канал. Монтировать лень. Пускай вот так вот грубо пойдет. Повторюсь, ничего бы не делал бы с этими замками, если бы не Габриэль. Тут самое вообще важное не то, что я обратил внимание, что новый замок рядом строится. Такой же будет. А может даже лучше. То, что 6 часов человек, блогер из Польши, задает мне вопросы. Трансляция идет параллельно и для польских зрителей. И для нашей аудитории. И там, возможно, кто-то найдет очень интересные ответы мои, которыми вопросами, если задавался человек на протяжении всей жизни. Все, такой сумбурный диалог. В общем, отчитался. Паша, пули снегопада. Ждем нового замка рядом. Такого же. Посмотрим, что скажете. Не хотел, не хотел, как говорится, причинять вреда. Но так оно само вышло. Я же буду всегда признавать, стараться признавать свои ошибки. Если таковые будут. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо, что слышали. Слушали. Всего доброго. И на новых встреч в прямом эфире. Пока-пока. На всякий случай чуть не забыл. Давайте не будем фантазировать про реставрацию. Так как скоро, недалеко от этого замка, появится точно такой же замок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...